10 декабря Государственная оперативная медицинская комиссия приняла решение объявить чрезвычайную ситуацию в сфере медицины. На практике этот шаг нацелен на более свободную организацию больших и малых медучреждений. В случае Даугапилса это никак не отразится на оказании медицинских услуг. Чрезвычайная ситуация позволит руководителям больниц свободнее организовывать работу в случае наплыва пациентов с коронавирусом. Это касается как перераспределения больных по больницам, так и графика работы персонала, что особенно актуально в преддверии зимних праздников. По состоянию на 11 декабря в Даугапилско-региональной больнице на лечении находится 75 человек с COVID-19, средний возраст которых составляет 69 лет. Работу по причине заболевания или самоизоляции не могут выполнять 142 сотрудника больницы и поликлиники, хотя сейчас возвращаются многие из тех, кто находился на карантине. Все поступающие пациенты, равные как и персонал, проходят тесты на коронавирус прямо в ДРБ, получая оперативные результаты уже на следующий день. В стоматологической поликлинике, где введен особо строгий контроль ввиду тесного контакта с пациентами, услуги также предоставляются в полном объеме. Ситуация более благоприятна, чем та, которая наблюдалась весной, когда принимались лишь люди с острыми болями, то есть лечение не откладывается. Дезинфекторы установлены на всех этажах поликлиники, а на первом этаже есть бесконтактный распылитель. Помимо ультрафиолетовых ламп в кабинетах, закуплены и установлены 5 бактерицидных ламп для общих помещений. Объявленная чрезвычайная ситуация в медицине пока никак не отражается на работе Даугапинского медицинского центра здоровья детей, оказывающего услуги в полном объеме по предварительной записи. Соблюдается все меры безопасности, а те взрослые, которые пользуются здесь услугами семейных врачей, по-прежнему могут делать это в специально отвезенные часы. Руководители и специалисты всех медицинских учреждений отмечают, что жителям стоит вести себя особенно сознательно в ближайшие праздники, так как необдуманные контакты на Рождество и Новый год могут привести к еще большему увеличению числа больных с COVID-19. Сюжет уготовил отдел общественных отношений и маркетинга до Угопилской городской думы.